Добрый вечер, 21.05 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по понедельникам совместно с журналом «Форбс» и сегодня мой соведущий, заместитель главного редактора журнала «Форбс» Ильмар Мортозаев. Здравствуйте. И сегодня мы хотим обсудить публикацию, которая появится в следующем номере «Форбс», которая будет в продаже со следующего понедельника, которая, в общем-то, ставит вопрос достаточно нетривиально, я бы сказал, ребром. Есть ли в России рынок? Так. Вернее, так. Эта статья, скорее, даже доказывает, что Россия живет по законам, отличным от законов рынка, по нерыночным законам. Написала ее профессор кафедры экономической социологии Высшей школы экономики Светлана Барсукова, которая у нас сегодня в студии. Добрый вечер, Светлана. Добрый. Вот. И, собственно, основной аргумент... Вы знаете, Даша, Светлана, я вот хочу вас спросить. Например, сегодня такая новость прошла относительно дорог, строительства дорог в Москве. 70% заказов на строительство дорог, то, с чем мы все ежедневно сталкиваемся, принадлежат друзьям Путина. Это группы Тимченко, Ротенберг, это НГЭКОМ. 70% от такого очень жирного пирога под названием 180 миллиардов рублей в год. Это на секунду почти 6 миллиардов долларов в год. Вот. Вот это вот о чем говорит? Это рыночный механизм или это как раз та раздаточная экономика, о которой вы пишете в вашей статье? Ну, это, безусловно, экономика раздаточная. И, собственно, почему мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, это экономит эмоции. То есть я не растражаюсь по поводу сообщений, озвученных вами, а я испытываю даже некое удовлетворение, что, слава богу, найдена наконец-то в российском общественном обществе, вот та аналитическая оптика, которая позволяет увидеть подобные элементы не как вопиющие, вот такие возмутительные элементы, значит, вот провалов рыночных, а как встроенную, да, такую систему. Но единственное, что я четко должна с самого начала оговорить, что вот автором теории раздатка в российской общественной мысли является Ольга Эрнесовна Бессонова. Вот буквально ей принадлежит сам термин, и она пользуется этим термином, ну, не одно десятилетие. И хочу сказать, что когда в начале 90-х все, значит, дружно шли в рынок, и в Новосибирске, где живет и работает Бессонова, на всех углах открывались там биржи, там фирмы, приватизация бурно шла, и все думали, что вот-вот рынок, Бессонова уже тогда завидным упорством писала статьи, книжки о том, что у России собственная логика экономического развития, собственная схема экономической координации. Имя этому раздаток, и она описывала, что это такое. И я хочу сказать, что на тот момент особого восторга вот ее работы не вызывали. Вот редкие случаи, когда время работает на автора. И вообще вот я считаю, что у людей, которые интересуются современной российской экономикой, книги Бессоновые должны стоять на очень почетном месте, несмотря на то, что они всегда выходят какими-то маленькими диражами в каких-то таких маленьких форматиках, то есть это абсолютно не подарочные издания. Но вот книги Бессоновые, книги Симона Кордонского, это то, что дает возможность понимать современную Россию. Бессоновый в Новосибирске, а Кордонский, кстати, на следующей неделе у нас будет. Да, но Кордонский тоже из Новосибирска. Вообще, у людей, видимо, вот эта замкнутость академического пространства, она экономила энергию. Люди всю эту энергию фокусировано направляли на научный поиск. И то, что они выдали на дарах... Вообще, перестройка же во многом из Новосибирска вышла тогда. Это знаменитый доклад Заславской там был оттуда, то, что Горбачёва засылали. Ну, многое вышло. И первым директором СОМа была, как известно, Заславская. И многое оттуда вышло, да. Но, к сожалению, вышло слишком многое, чтобы без урона для Новосибирской научной школы. Да, возвращаясь к раздатку. Значит, вас всё-таки логика аналитика превышает логику гражданина. Нет, ну, понимаете, вот есть такая фраза, есть такая профессия Родину изучать. То есть, может быть, это пользы не приносит, но вреда как минимум тоже. Но я думаю, что пользу наши слушатели извлекут. Я надеюсь. Ну, давайте всё-таки поговорим. Думаю, что мы как-то так заинтриговали, значит, вот раздаточная экономика всё-таки в чём суть. Понять, почему что такое раздаток и почему в России нет рынка. Да. Ну вот, ещё раз говорю, отдавая безусловное авторство Ольге Эрнестовне Бессоновой, я попробую взять на себя смелость очень кратко и, может быть, так слишком упрощённо, но пересказать суть её идей. Она всегда... Значит, нужно сказать, что книги Бессоновой построены в такой исторической перспективе, то есть взгляд в прошлое. Она считает, что с IX века в России формировался особый институциональный порядок. Она назвала раздаток. И смысл этой системы в том, что главным детерминантом экономического успеха становится отношение бизнеса и власти. Неважно, в каких конкретно исторических формах существует власть и бизнес. Князь там это или император всей России. Это неважно. Но связь, близость к власти, иерархичность общества и вот тот этаж, на котором вы сейчас находитесь, это главный фактор, определяющий ваши предпринимательские возможности. И почему это не рынок? Потому что суть рынка в итерациях – это купля-продажа. И балансируется спрос с предложением через механизм ценообразования. Здесь же обратной связью выступает всегда не цена, а жалоба. То есть не цена вымывает на обочину неэффективных хозяйственников или кому-то позволяет обогатиться. Не потребитель рублем ведет вас к успеху, так сказать, или к провалу. А механизм жалоб. И реальное положение социальной группы вот на этой вертикали – это кому вы можете пожаловаться? И что позволительно вам озвучить в формате жалобы? Вот я, например, кому могу пожаловаться? Ну там заведующим кафе, там еще что-то, да? А кто-то может пожаловаться в администрацию президента пойти. А кто-то непосредственно к первому лицу. И это есть истинная мерила социальной дистанции между нами. А жалобы не просто несправедливость, а жалобы как некая просьба о льготе? Нет, вы знаете, жалоба, она фиксирует разладку в потоках сдач-раздач. Вот два базовых элемента в раздачной экономике. А, значит, есть все-таки потоки сдачи и раздачи. Это главное. Да, то есть центр раздает, спускает вниз ресурсные возможности хозяйствования, лицензии, права на какой-то вид деятельности. То есть фактически он раздает возможности, но за это он требует ответных потоков в виде сдач. И вы занимаетесь фактически хозяйственной деятельностью даже, чтобы просто иметь возможность заплатить эти сдачи. Если вы этого не делаете, у вас забирают эти возможности. Эльмар, применимы к тому примеру, с которого мы начали нашу программу про господрядчиков. Могу заметить, мы тоже проводили рейтинг господрядчиков, он у нас выйдет как раз в следующем номере, рекомендую посмотреть. И очень интересная особенность. Друзья Путина, так называемые, получившие за пять лет совершенно гигантские суммы, Ротенберг сумма общих заказов за пять лет порядка больше триллиона рублей, Заказов от Симченко под триста миллиардов рублей и так далее, и так далее. Очень интересная вещь. Все эти компании, так или иначе, группы компаний, вовлечены не только в рыночную деятельность. К примеру, Ковальчук, который является ключевым агентом государства страхования, министерств, ведомств, является одновременно владельцем медиаактивов. То есть на него налагается некая обязанность, не рыночная, потому что многие из медиаактивов, принадлежащие Ковальчуку, убыточны. Вот другой пример. Ротенберг, который получил такие огромные суммы на строительстве, на поставках труб для Газпрома, одновременно является владельцем спортивных клубов, которые в чистом виде в наших условиях убыточный бизнес. То есть, насколько я правильно понимаю, это вот те самые сдачи и раздачи, да? То есть раздача, они получают госзаказ на триллион, а сдача, вот и будь добр, так сказать, везде и бизнес, везде и клуб футбольный. Демонстрировать лояльность через признание за собой потенциальных обязательств. То есть, когда системе понадобится, вы должны быть полезны в той форме, в какой это, так сказать, будет озвучено. Ну, покупка там яиц Фаберже, например. Но я не думаю, что, так сказать, человек, который это сделал, так сказать, страдал от того, что в нашем музее нет этого яйца, понимаете, да? Кто-то там... Кто-то в Сочи. В Сочи. Ну, в Сочи это просто, я думаю, что они просто там, так сказать, уже сколько дней до Олимпиады осталось у себя дома, на кухне, так сказать, пишут, когда все это кончится, потому что нагибают, я думаю, всех и по-страшному. Ну, или там Чукотку взвалить на свои плечи, сколько-то лет вести, понимаете, да? То есть за все надо платить, вам были дадены возможности, понимаете, да? Вот результаты, которые вы получите, это результаты, интересующие налогового инспектора. Это налоги, это все скучно, это неинтересно, это не имеет отношения к политике. То есть по результатам вы будете разговаривать с налоговым ведомством, все заплатите. А вот за данные вам возможности вы будете вести диалог непосредственно с властью. Это как бы второй налог, который уже и не налог. Да, который не налог. Вот у нас все пишут о двойном налогообложении. Это в принципе неправильная формулировка, нет двойного налогообложения. Есть налоги с результатов деятельности и есть многообразные сдачи, как плата за возможности, которые вам были предоставлены в этой системе. Если ваш бизнес не позволяет вам нести такое бремя, но откажитесь от этих возможностей, если же вы просто не признаете это и считаете, что вы теперь рыночный агент, свободный, но, например, Ходорковского, всем было показано, чем это заканчивается. Вот реально человек, который считал, что если с буквой закона он дружит, то он вправе выпрягаться из этих правил. Мы показали, что букву закона даже напрягаться не будем, чтобы изменить. Достаточно нарушить дух закона, дух как бы времени, понимаете? Ведь это же характерно, что не понадобилось менять буквы закона для того, чтобы, так сказать, все. А вы знаете, что самое интересное? Вот в книге Папы про крупный бизнес написано то, чего я, например, не знала. Что, оказывается, буквально за пару лет до ситуации с Ходорковским абсолютно тот же пакет претензий был выставлен Лукоилу. Понимаете? Но разница в пару лет для нашей страны была существенной. Но Потанин Оликперов Оликперов заплатил тогда, по-моему. Что интересно, он в суде смог отбиться от этих претензий. Он получил решение суда о том, что он ничего не должен. И тут же заплатил всю сумму взысканий. Понимаете? То есть он тем самым показал, что он понимает суть правил. Он не должен, согласно де Йоре, но де-факто он понимает сложившуюся систему. И он высказался в том духе, что мы понимаем, что буквы закона – это не все еще в нашей стране. Эти правила, как я понимаю, действуют более или менее с разными модификациями уже не первое тысячелетие в России. То есть, если говорить Бессонова с 9 века. Бессонова, да. Она датирует с 9 века всю эту, значит, раздаточную экономику. Причем, с точки зрения Бессонова, Россия прошла через три таких раздаточных цикла. То есть, вот эта общая идея раздатка, она же все-таки в конкретно исторических форумах очень разных дает о себе знать. Она выделяет общины, поместные, потом административный порядок. Это времена плановой экономики Советского Союза. И каждый раз, по ее мнению, там идея такая, что раздаток, он в какой-то момент, конечно, накапливает разные дисфункции. Он начинает диссонировать с потребностями людей, с материально-техническими вызовами. И вот болеющий, вступающий в период кризиса раздаток, он начинает активно потреблять рынок как лекарство. То есть, он начинает лечиться рынком. Каждый раз разваливающийся, хереющий российский раздаток, он лечился рынком. В 90-е, как у нас это происходило. Да, например, 90-е. Немножко рынка дали. Да. Или, по мнению Бессонова, вот после отмены крепостного права, когда вот эти дворянские поместья разрешено было уже наследовать, что тоже важно, да, и выкупать там эти земли и так далее. Это тоже вот такая вот либерализация, как бы приватизация. То есть, приватизация – это общий нерв такого вот краткого периода перехода к рынку. То есть, я правильно понимаю, что в этой эпохе существования экономики раздатка, тем не менее, параллельно существует рынок. Рынок есть, он никуда не исчезает, да, роль его прям принижена, придавлена, но он есть. Понимаете, он не просто вот исчезает или, так сказать, не исчезает. Это разговор в терминах количественного присутствия рынка. А проблема взаимоотношения рынка и раздатка стоит в том, что рынок не просто не исчезает. Он сохраняется, вот формально все его, так сказать, организационно-административные какие-то проявления могут сохраняться, но постепенно выхолощивается содержание этих рыночных институтов. Они как бы мутируют, понимаете? Они сохраняют вот эту вот рыночную вывеску, но механизм их реализации становится все более раздаточным. Вот вы сказали про вот эти дороги. Но ведь смотрите, ведь формально они были победителями на неком тендере. Тендер — это тоже некая, так сказать, процедура, свойственная для рыночной экономики. Понятно, был конкурс проектов, так сказать, все как надо. Даже тут прекрасная подробность. Вот эти цифры, о которых вы говорили, они относятся к конкурсам по реконструкции московских дорог за 2011-2013. Там здесь были забавные конкурсы. На одном из конкурсов было два участника. Один — это группа, принадлежащая Тимченко, компания. Другая — это группа Ротенберг. Они яростно между собой конкурировали. И сумма с 29 миллиардов рублей за работу опустилась до 23 миллиардов рублей. Других участников, кстати, не было. Прекрасный пример. Напомню, что у нас в гостях сегодня Светлана Барсукова, профессор кафедры экономической социологии Высшей школы экономики. Говорим мы о том, почему в России не рынок, а раздаточная экономика. И продолжим у нас разговор буквально через пару минут. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Мой соведущий сегодня Эльмар Муртазаев, сам главного редактора журнала «Форбс». И в гостях у нас Светлана Барсукова, профессор Высшей школы экономики. Говорим мы о том, почему в России нету экономики, а есть удивительный институт под названием «раздаток». Когда государство занимается раздачей неких ресурсов, льгот, благ и денег в результате. А, собственно, все экономические агенты занимаются сдачей. То есть снизу наверх сдают какие-то вещи. Вот Ольга Бессонова, собственно, автор вот этой теории о раздаточной экономике, она ведь, по-моему, даже слово «государство» выводит из этого. Никогда мне не приходило в голову, я читал. «Государство» — там слово «дар», корень «дар», оно дарует. «Го» — это корень, который идет от «господина». То есть государство — это то, что «су» — это, так сказать, отсударь, то, что, так сказать, господин — сударь, он дарует нам. Да, да. Но, кстати, «подати» у нее тоже разбиваются, «поди», «физ», «дати». То есть по дате вам дали, в зависимости от объема вам данного, мы ожидаем ответного потока. Вот «подати» — это буквально «по дате». И дачи наши. Да, дачи, кстати, были хлебные, денежные дачи, каких только дач не было. А сейчас остались просто подмосковные дачи. Мудивительно. Насколько вообще это специфический российский феномен? И почему именно в России воспроизводится век за веком вот эта экономическая форма? Ну, я думаю, что не Бессонова, а никто-то не проводил таких международных сравнительных исследований, чтобы ответить на вопрос об уникальности. Достаточно бы с Россией разобраться. Кстати, вот что мы затронули тему языка, отражения вот этой раздаточной экономики в нашей языковой культуре. Смотрите, ведь у Бессоновой раздаточная экономика имеет еще очень интересную идеологическую составляющую. Люди относятся к работе не как к способу просто зарабатывания, а как к вкладу в некую идею, имеющую над индивидуальную какую-то составляющую, над индивидуальный смысл. Она всегда подчеркивает, что Россия существует в рамках национальных идей, подчеркивающих глобальность устремлений, глобальность дерзаний. Да, и отсюда служение. Заметьте, никогда не говорили, вы где работаете? Всегда говорили, вы, батенька, по какому ведомству служите? Заметьте, то, что у нас сейчас осталось, применительно к священникам. Священники у нас служат, как известно. Войнослужащие служат. То есть те люди, деятельность которых имеет явное общественное значение, они служат по-прежнему, они работают. Служащие государственных ведомств. Служащие, да, да, да. И вот, кстати, идея Симона Кордонского, что у нас сословное общество, и все сословия делятся на вот эти служивые и их обслуживающие. Ну да, то есть с одной стороны все, которые причастны к государству, включая и бюджетников, да, и учителей, и врачей, и полицейских, и силовиков, а с другой стороны, как бы крестьяне, рабочие крестьяне, да, их создающие продукты. И отсюда, извините. Да. И отсюда, кстати, вот интерпретация взяток. Ведь в рамках вот этой научной традиции взятку называют так, ну, за неимением другого слова. Потому что все-таки в западной терминологии, вот в парадигме рыночной экономики, взятка это не то, что вот в раздатке. Раздаток это система, которая позволяет всем сословиям иметь ренту занимаемого положения через механизм того, что мы называем взяткой. Вот гаишник, он не взятку берет, он ренту занимаемого положения взимает. И когда мы платим более-менее покорно, за этим стоит наше, ну, действительно сословное представление об устройстве общества. И чиновник, он не взятку там вымогает или так далее. Он претендует на долю в результатах экономической деятельности. Потому что его вклад в эту деятельность самый непосредственный. Он эти возможности дозирует. На самом деле ведь даже анекдоты, как выражение каких-то таких подсознательных массовых идей. Анекдоты с арендой знака, значит, выдать таможню на несколько часов. Да вы что, мы не можем позволить себе таких широких подарков и прочее, прочее, прочее. Это вот четкое-четкое отражение того, что действительно воспринимается как часть ренты, как часть... Ну, как кормление, как это раньше называлось, кормление. То есть гаишнику дается жезл, как они его называют, на кормление. Таможеннику дается таможенный пост на кормление. За, так сказать, получение этого корма он должен давать наверх какие-то, соответственно, сдачи. Ну да, или тот же анекдот, или, Марк, когда этот милиционер устроился работать, молодой парень в полицию уже сейчас, да, и месяц не приходит за зарплатой. Второй, третий, к нему начальник наконец разыграет, слушай, говорит, что ты за зарплатой не приходишь? Да, говорит, что деньги платите? Я думал, дали ствол и крутись, как знаешь. Вот это то же самое, да, как бы ренту, получаешь ренту за то, что тебе легитимно дали ствол. Понимаете, вот это, кстати, к вопросу о межстрановых исследованиях. Вот Transparency International проводит постоянно межстрановые исследования. И Россия здесь выглядит очень плохо рядом с какими-то совершенно никому неизвестными африканскими странами. Ведь это классический образчик не того, как плохо живет Россия, а того, что вы всегда получаете заведомо-то скандальные результаты, если мерите реальность, живущую по одним законам, инструментом, выработанным в другой среде. Понимаете? Вы берете представление о коррупции из того общества, где давно исторически сложилось разделение вот этой вот публичной и приватных сфер, и приходите в общество сгубо традиционное, сословно устроенное, раздаточно ориентированное, и получаете вот такие шокирующие результаты. Подожди, Светлана, мы сейчас подходим к тому, что, так сказать, объяснить все-таки не значит оправдать. Потому что, как мы сейчас говорим, и о взятках, и о коррупции. Вот мы все красиво назвали рентой, сословное общество. Ну и что же, нам в сословном средневековом обществе так и жить вечно, и именно там платить, и откаты по 70 процентов? Ну, вы знаете, мне кажется, что понять, как устроено общество, это уже немало. И признать то, что у нас нет никакого бизнеса отдельно власти, а то, что существует реально единое симбиотическое сращивание. Власть-собственность. Власть-собственность, да. И нет никаких откатов, а есть разделение дивидендов от совместных фактически бизнес-проектов. Вот с таким пониманием можно работать и куда-то двигаться. Но если оставаться в плену как бы прежних представлений, что надо там ужесточить законодательство, там еще что-то сделать, то это такие бесконечно пощечины в воздух. Это очень эффектные жесты, но как-то малопродуктивные, как минимум. Ну, вы знаете, ведь в мире, тем не менее, достаточно много интересных теорий, которые, кстати, удивительным образом в последнее время востребованы, что, наверное, вызвано с пересмотром с западом взглядов на традиционное общество. Та реальность, с которой они столкнулись в арабских странах, та реальность, с которой они столкнулись во многих развивающихся экономиках. Те, в общем, неоднозначные результаты реформ, которые получились в странах Восточной Европы и странах СНГ, породили, на самом деле, целую волну новых теорий. Я очень рекомендую там «Прощай, не считай», интересная книжка на эту тему, «Теория великого расхождения», «Осимоглу» с Робертсоном, «Теория экстрактивных институтов», согласно которой элиты, к сожалению, большинства стран устраивают жизнь так, чтобы извлекать из общества как можно больше ресурсов, и им выгодно сохранение такого положения, чтобы не было конкуренции, не было сил, способных свергнуть их с, скажем так, с престола этой системы, с вершины этой системы. И с этой точки зрения, мне кажется, что вот я с большим удовольствием читал работы Кордонского, Бессонова и ваша историческая адаптация, теория очень интересная. У меня постоянно, тем не менее, складывается ощущение, что мы, может быть, не настолько, тем не менее, Россия и уникальна. Это вот мое ощущение. Потому что, возможно, мы просто не знаем, как устроено китайское общество. Возможно, какие-то вещи устроено, то, как устроена, например, Латинская Америка. И мне кажется, что в каких-то вещах мы, мы в каких-то вещах, может быть, их повторяем, или они повторяют нас. Но в одном я с вами абсолютно согласен. Взгляд и стандарты, применяемые западными измерителями, к нам, необходимо, безусловно, пересматривать. Они не ухватывают все картины, мягко говоря. Это да. А вот такой вопрос, Эдлана. Чем это все так определено? Не знаю, климатом, вот говорим мы о географическом детерминизме, что у нас так тяжело заниматься рынком. Вот я помню, Мануэл Валерстайн говорил, что потеря на обмене превысила бы прибыль. У нас такие зимы, такие дороги, что как бы нормальный товарный обмен не работает. Или что вот у нас ресурсное проклятие, ресурсов у нас много. Шкурка Соболя была вот в 16 веке. Сегодня нефть. Ну, я думаю, что ни один фактор здесь не явился решающим. То, что Вебер называл «констелляция факторов». Помните, «канстел звезда». Мне очень нравится вообще вот это понятие «констелляция факторов». Смысл в чем? Что вот если вы посмотрели на звездное небо и что-то увидели, вот никто никогда, включая вас, больше этой картинки не увидит. То есть через минуту какая-то звезда погаснет, что-то загорится, сдвинется и так далее. То есть вот эта вот уникальность, как бы уникальная комбинация множества факторов природно-климатических, материально-технических, конвенсиональных, исторических опытов, так сказать, все вместе привело... Но я думаю, что, понимаете, эта система сложилась и пробила себе право на существование в силу того, чтобы была эффективна в предлагаемых обстоятельствах. Причем я даже, нет, поправлюсь, неэффективно, а показала способность стабильно существовать. Вот что важно. Эта система может быть неэффективна, но стабильна. Иногда такое состояние называют институциональной ловушкой. Но можно ли быть в ловушке на протяжении 10-12 веков? Вот вопрос. Понимаете? Может быть, то, что мы называем ловушкой, просто является, так сказать, другой логикой, где основной критерий оценивания неэффективность, а стабильность и способность к регенерации из века в век. Ну, понимаете, но при этом же к этому же, к этой, может быть, и стабильной системы прилагаются все, пардон, свинцовые мерзости российской жизни, которые, опять-таки, не знаю, может быть, я с вами какой-то либеральной идеологией смотрю, но то, что мы привыкли критиковать, это большое самодавляющее государство, это отсутствие гражданского общества, отсутствие независимого агента, купца, который может противопоставить себя обществу, отсутствие независимого города, отсутствие независимых от государства, сословий, демократии, либерализма, свободы, наконец. Да. То есть, хорошо, что значит, что мы по этой колее, значит, пробитой в восточноевропейском лесу катимся, и из нее просто не выпрыгнем? Нет, ну, что значит не выпрыгните? Вы же выпрыгивали, так сказать, неоднократно, были же очень разные периоды в российской истории, в том смысле, что конкретно исторические формы реализации раздаточной этой логики менялись, и менялись очень существенно. И, кстати, те люди, которые считали, что вот 70 лет советской власти, это просто уход из этой колеи, а потом там куда-то мы вернулись, или еще чего-то, совершенно, так сказать, не корреспондируется этой теорией. Вот, кстати, вопрос, советская власть, а просто продолжение раздаточной... Это прямое продолжение раздаточной логики. Это выход раздатка на фазу своей предельной откровенности, я бы сказала, понимаете? И предельно четкого ответа на вызовы вот всех, так сказать, внешнеполитических, и всех вот этих вот угроз, которые в тот момент были сформированы. Предельно откровенная форма раздатка. И понятно, что сейчас никакого возврата в этом смысле к Советскому Союзу быть не может, и никакого сползания в эту колею не будет, да. Но это будет, видимо, как я вижу ситуацию, мутирование уже сформированной в 90-е годы рыночных институтов в сторону все более явного как бы раздаточного содержания. И, видимо, выходом из этой жуткой трясины и полной теневизации криминализации экономической сферы, из всех этих бесконечных вариантов полукриминального сращивания бизнеса и власти, будет выход на более откровенный уровень раздатка. Когда признают, что никакого рыночного общества не удалось и не удастся построить, и заявится явная четкая модель как бы нового раздатка. Но формы ее неведомы пока никому. Вы знаете, здесь я хочу уже включить разговор наших слушателей. Объявлю, я думаю, всем вам известный нам студийный телефон. 651099,6, код Москвы 495. Звоните нам и скажите, обречена ли Россия вот этой вот раздаточной экономике? То есть мы 12 веков не имели рынка, у нас давлело государство, которое занималось у нас сдачей и раздачей. И вот мы будем продолжать и жить в этой раздаточной экономике. Роман у нас на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, это наше счастье. Вот так называемая раздаточная экономика. Потому что, значит, верх такой системы, это был, конечно, Советская империя. Без сомнения, так сказать, продолжатель российской имперской традиции. Вот. И в надвигающемся, так сказать, кризисе ресурсов, то есть ресурсы же уменьшаются. Да. Пуританская модель Советского Союза, по сравнению с совершенно прожорливой и всепоглощающей, значит, моделью либерального такого капитализма, то есть жри, чем больше, тем лучше, да. Подожди, подождите, Роман, секунду, какая уж Пуританская, уж как мы прожрали все ресурсы за 70 лет с экстенсивным развитием-то. Вы прожрали лично? Я нет, но Советская система, посмотрите на окружающую среду. Я тоже, значит, как-то не очень участвовал в этом. И совершенно бесспорный, неоспоримый факт, что... Да мы все участвуем, вон, зимой форточки открыты и сидим дома в трусах. Что советская модель была направлена на более скромное потребление ресурсов. Вот так вы считаете. В общем, Роман, да, я понял вашу мысль. Вы считаете, что это раздаточная экономика, это благословение России, и в будущем мы с ней более конкурентны. Она более перспективна, это без сомнения. Понятно, спасибо за ваше мнение. 65, 10, 99 и 6. Эффективна ли раздаточная экономика? И обречена ли Россия всегда оставаться вот в этой парадигме государственной раздачи? Иван, на линии. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Значит, я бы хотел сказать так. Я не считаю, что раздаточная экономика эффективна. Я не считаю, что это благословение для России. И есть еще один момент. Значит, вот та теория, которую мы сейчас проговорили, не имеет значения, какие слова мы облекаем в действительность. Вот эта теория, да, она красиво описывает все. Раздаточная экономика, значит, это не взятки, а это что-то другое. Вы поймите, что каждый, мы все люди на Земле, мы одинаковые. И мы, живя здесь, на Земле, понимаем, что есть справедливость и что есть несправедливость. Маленький ребенок четырех лет это понимает. Где его справедливо наказывают, где нет. Значит, эта теория, она просто описывает ту же самую действительность, которая творилась во многих, во всех странах в разные века. Ну, другими словами. Поэтому я считаю, что не имеет значения, как описывают эту действительность. Она несправедлива. Люди в России это чувствуют, это будет и должно измениться. Если это не изменится, будет развал и потеря в веках Османской империи, Византийской империи, Австро-Венгерской империи и так далее и тому подобное. Спасибо, спасибо, Иван. Очень интересная точка зрения такая. А вот действительно, смотрите, мы называем это все такими умными словами. Экстрактивные институты, да, вот как бы из земли, из почвы своей извлекаемые. Я еще скажу, эндогенные институты. Вот, а в сущности мы как бы сваливаемся в извечный спор славянофилов и западников. И вот вы здесь, Свердлана, нам представляете некую славянофильскую теорию, говоря, что все разумно и действительно, да, все действительно и разумно. И то, как мы, значит, пилили и воровали, и все это назовем, давайте назовем раздатком, и так это испокон века наше вот это патриархальное общество и пойдет вперед. А вот, скажем, звонящий нам сейчас Иван говорит, нет, позвольте, есть оправдавшие себя конкурентные либеральные западные рыночные модели, вот, а все, что не соответствует, оно так или иначе рухнет. Вот, ну, я не буду спорить, когда я еще учила в школе и в учебнике по истории прочитала, что есть такие славянофилы-западники, и там как-то очень простенько были описаны их позиции. Вот мои симпатии изначально были на стороне славянофилов безусловно. Я читала, как детектив, кто с кем воевал, значит, кто. Вот, мы это почувствовали. И когда в конце школьного параграфа я прочитала, что историческая победа была, безусловно, за западниками, там славянофилы тянули, так сказать, страну назад, я была так удивлена этим последним абзацем. И как-то, в общем, вот тогда я четко осознала свои симпатии на каком-то ценностном уровне. Это безусловно так. Славянофилы мне ближе. Я просто хотел добавить волну некого исторической предопределенности и волну фатализма, некоторую оптимистическую ноту. Мы все-таки, я представляю журнал Forbes. Да-да, я как раз хотел сказать. Вы знаете, героями нашего журнала становятся не только Тимченко и Ротенберг. К счастью, это много героев, самостоятельно создающих успешные бизнесы и эффективно работающие как внутри Сталина, так и по всему миру. Я не думаю, что это признаки раздаточной экономики. Это признаки той самой рыночной экономики, которая существует и которая сейчас вполне себе успешно живет. Это может быть те самые маленькие изменения, которые отличают нас сейчас от НЭПа, которые отличают нас от начала 90-х. Этих людей очень много. Они здесь, они работают. Давайте вот секунду, вот сейчас зафиксируем вот это вот действительно противоборство раздатка и свободного рынка в нынешней России. Напомним еще раз наш телефон 651099,6, код Москвы 495. Звоните нам и скажите, обречены ли мы на раздаточную экономику или все-таки у нас может прорасти свободный рынок? Я вижу, что уже есть множество звонков. Мы примем ваши звонки, а пока уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер, археология Форбса. У нас сегодня в студии Эльмар Муртазаев, замглавного редактора Форбса. Говорим со Светланой Барсуковой, профессором Высшей школы экономики. Раздаточная экономика, которая по сути своей глубоко не рыночна. Обречены ли мы всегда жить вот в этой вот системе, вот в этой вот парадигме раздаточной экономики? 651099,6. Сергей Анатольевич на линии. Большое спасибо. Добрый вечер. Очень интересно вас слушать, конечно. Но самое интересное же вот так разбираться, в советское время, неважно, тратили мы на форточки или на что-то, это было наше и для наших людей. Давали работу нашим людям. Работали ученые, работали рабочие. И в общем все, которые сверху доме занимались. И были дела. А вот сейчас дел лично никаких не видно. Я лично работаю в авиации. В нашей авиации, можно сказать, до свидания. Как это, можете вы ответить на вопрос. Ну, продают там тряпки какие-нибудь чужие, причем сделанные не у нас. Вот в Раменском закрыт, так сказать, завод, который занимался, даже тряпки выпускал. И того уже нет, его уже вообще распродали. Только распродают всю нашу землю, так сказать, товарищам или, как можно сказать, бизнесменам. И что вы хотите ожидать? Скорее всего, кончится с Тинькой Разиным, Иваном Пугачевым, Емельяном, да. Емельяном, извините, так сказать, я говорил, что просто я... Ну, Иван Болотникова, так куча можно, да. Ну, Болотникова там много всяких дел. Понятно. Ясен, Сергей Анатольевич. Мне непонятно, вот эти люди, которые сидят на шуку, уже веками же проверено. Делите справа, а не ближе к стволу. Сколько может так? Понятно. Хорошо сказали, да. Спасибо, Сергей Анатольевич. Ну, вот, Светлана, что вы скажете? Действительно, так сказать, вот мы здесь, действительно, раздаток, раздаток. Сейчас будет новая форма раздатка в 21 веке. Но ведь есть, узнаете их по делам их, да. Есть фактические факты демодернизации. Ну, понимаете, какая экономика выдержит вот эти вот, взять то же самое дорожное строительство. Вот эти 70%. Да по некоторым позициям, я не помню, я читал, 400% норма отката. 400%. То есть надо завысить изначально стоимость работ, скажем, в 6 раз против, да. И дальше из того, что 400% вы откатите. Ну, какая экономика выдержит? А это все в рамках раздатка. Может быть, все-таки в 21 веке уже меняется парадигма, и мы становимся неконкурентоспособными. Советский раздаток нас вытащил, 20 век тянул нас за уши. А в 21 веке? Нет, ну, вы немножечко, так сказать, неправильно меня, как бы, представляете, как будто я адвокат дьявола, и который, так сказать, оправдывает эти 400%, так сказать, двумя руками за раздаток. Я вам говорю просто о природе, как бы, этих явлений. Ну, да, да, да. Во-первых. Во-вторых, более того, именно в силу того, что идея раздатка, она не признается, есть постоянные потоки жить по каким-то, так сказать, рыночным правилам, да, и постоянное раздражение по поводу того, что эти правила не работают, приводит как раз к тому, что раздаток пробивает себе дорогу через исключительно теневые, крайне неприятные и близкие к криминальным схемам, как бы, реализации. Понимаете? Вот признание того, что, видимо, да, с рынком не получилось, это не трагедия, потому что есть другие способы социальной интеграции общества, другие принципы экономической координации, понимаете? Не рыночные. Это не то, что рынок или смерть, понимаете? Есть не рынок, и в этом не рынке тоже можно жить по совести, так сказать, по чести, по неким четко проговоренным правилам, понимаете? И тогда вот вместо отката будут какие-то другие легальные, легитимные формы сдач. Нет, ну, хорошо, а вот, скажем, государство всеобщего благоденствия, которое в 20 веке, кенсианское государство, нынешняя там скандинавская модель социал-демократии. Ну, вы меня, так сказать, экспертом всего и вся, так сказать, не надо. Нет, ну, по вашему ощущению. По моим ощущениям, это как раз вот та ситуация, когда рынок, как и раздаток, имеет массу проблем, и он тоже не, так сказать, совершенен. И вот если раздаток лечится рынком, то рынок лечится раздатком. Эльмар. Касаемо устойчивости раздаточной экономики. У меня есть один хороший знакомый, автор нашего журнала, можно его назвать, Сергей Павленко, член правительства реформ, руководитель Рабочего центра экономических реформ, кстати, из Новосибирска. Да, кстати, из Новосибирска. Так вот, он привел очень интересную деталь как-то в разговоре. Он заметил, вот смотрите, была реформа сельского хозяйства в начале 90-х, с 92-го года, огромное аграрное лобби, сильнейшее, был такой вице-премьер Заверюха, невероятная мощь и пробивных способностей. И каждый год эти лоббисты выбивали огромные субсидии на развитие сельского хозяйства. Они достигали каких-то невероятных значений в отношении российского ВВП. В 1998 году, после нашего кризиса, эта поддержка тихо умерла. Денег просто не было. И правительство Примакова, левое правительство Примакова, просто вынуждено эти программы сворачивать, минимально, вводя какие-то другие инструменты и так далее. И вот, какая удивительная штука. Спустя 3-4 года российское сельское хозяйство вдруг, ни с того ни с сего, начало наращивать производство зерна, сначала мясо птицы, потом крупного рогатого скота. Вдруг, откуда ни возьмись, это сельское хозяйство появилось. Сейчас Россия по многим позициям входит в число лидеров экспортеров сельскохозяйственных продукций. Обратите внимание, в этой теории раздатка, в этой системе раздатка вдруг ни с того ни с сего сломался сам раздаток. То есть, государство перестало давать. И вдруг... Извините, можно я тут вмешаюсь, потому что я думаю, что здесь немножечко передернуты карты. Потому что государство давало весьма своеобразно. Понимаете, да, был так называемый фонд льготного кредитования. Он был записан как строчка в бюджете. Но схема была построена совершенно не так, как вы озвучили. Агрария ничего, непосредственно с бюджета, естественно, получать из этой статьи не могли. Эти деньги прокручивали через СБС Агро, в общем, банк Смоленского. То есть, они брали в частном банке, понимая, что берут деньги государственные. Уровень возврата по этим кредитам был ничтожно мал. То есть, все понимали, что они берут, а возвращать не надо. Это совершенно как бы... То, что в эти годы стремительно растет импорт продовольствия. Страна получает массу так называемых связанных кредитов, которые она может потратить только на закупку продовольствия, а не на какие другие цели. А в 98-м, вы говорите, не просто помощь исчезла, и они вдруг стали с колен. В 98-м произошел, как известно, так сказать, кардинальный смен курса... Импортозамещение. И импортное продовольствие просто в ночь, что называется, четверга, там, сказать, на субботу, резко подорожало. И те фирмы, которые, кстати, на вот импортирование продовольствия заработали на тот момент очень нехилое состояние, они после этого стали инвестировать эти деньги в аграрный сектор. Потому что завоз продовольствия стал чудовищно дорогим. И все, так сказать, это не просто так. Ну и при этом, я вам хочу сказать... Система раздатка вдруг сменилась рынком? Вы знаете, там много чего было. Нас в проект была очень сильная поддержка. Понимаете? И, ну опять, что значит возрождение? Вы знаете, что мы до сих пор, вот, по-моему, в 2004-м... В общем, короче, по животноводству мы производим половину от продукции 90-го года. Вы вдумайтесь в эти цифры. Половину от производства... Ну, по зерну, это другая ситуация. Только по зерну. И, кстати, в треть экспортеров мы входим как раз по зерну. Вот здесь я, да, чтобы, так сказать, нам не зациклиться на сельском хозяйстве, скажу, что, может быть, поддерживая аргумент Тульмара, то, что действительно происходит интересное замещение раздатка рынком, но все-таки тот рынок, который у нас сейчас есть, он в большой степени по-прежнему вот этими патриархальными, средневековыми раздаточными отношениями. Вот, я не знаю, возьмите все эти аграрные латифунди юга России, эти кущевки все, все это, скажем, цапковское хозяйство. Оно же живет вроде как по рыночным, там, петрушкой торгует оно, вот, огурцы. И, а с другой стороны, посмотрите, внутри, как оно организовано, так сказать, фактически на рабском труде. Светлана, с 2018 года мы в ВТО. И так далее. Мы в ВТО с 2018 года. Кстати, сегодня очень интересно, я прочитал в Фейсбуке, такая, знаете, заметка Цапок, он кандидат социологических наук. У вас, Светлана, коллега есть. Вы знаете, ситуация еще трагичнее, потому что в автореферате Цапко очень много ссылок на меня. И, в общем, поскольку очевидно было, что Цапко сам не писал эту диссертацию, то логично предположить, что человек на кого-то, вон, ссылается, в первую очередь, приложил руку к его кандидатской. Вообще, ситуация была не очень приятная, я вынуждена была читать его автореферат и как-то пытаться понять, откуда ноги растут. Но там ссылок очень много на представителей, кстати, Новосибирской социологической школы, Заславская, там, Шабанова, все. Давайте еще раз напомним наш телефон студийный, 659. 10, 99, 6. Обречена ли Россия на экономику раздатка? Иван у нас на линии. Добрый день. Я, как бы, представитель, наверное, более молодого и безумного поколения, но, вкратце, по теории хотел сказать. Я полностью согласен практически со всеми тысами, которые были высказаны, потому что они реально ничему не противоречат. И система, система открытая и закрытая, и казаточная экономика, и рыночная, они друг с другом действительно не могут друг без друга, потому что одна ограничивает и в то же время дает силу другой. Я почему это говорю? Потому что вопрос, обречены ли мы жить в раздачной экономике, нет, не обречены, пока это, до тех пор, пока это выгодно. Потом, когда становится невыгодно, рыночная становится работать, ну, более эффективно, я не знаю, появляется больше людей, которые хотят больше, ну, делать руками, чем получать ренту. И именно здесь я, наверное, более к ресурсному проклятию склоняюсь, что оно мешает людям проявлять больше инициативы. В том плане, что вот, ну, есть рента, ну, давайте ее брать, не будем ничего делать. И это не проклятие каких-то конкретных людей, это довольно серьезный, ну, менталитет. Даже вот у меня я ловлю такие идеи. Ну, да, это некая даже рыночная мотивация, когда ты стоишь между выбором, как бы, двух мотиваций, двух стратегий поведения, ресурсной, такой рентной стратегии и чисто рыночной стратегии. Ты выбираешь стратегию, которая сулит наименьшие издержки. Просто здесь есть вот фактор, я прошу прощения, про то, что обречены ли мы жить в этой раздаточной экономике, там два состояния, раздаточной экономики и жить. Ну, мы, естественно. Так вот, к сожалению, можно констатировать, что в мире раздаточная экономика, она тоже есть, естественно, потому что элиты разных стран, они там внутри себя занимаются именно раздатками. Но рыночная экономика, которые, инструменты рыночной экономики, которые они применяют, поскольку у них преимущество, они могут задавить более слабую раздаточную экономику, ну, локального, регионального уровня типа России. Ну, тогда это просто управление раздаточной экономикой поднимется на высший, более глобальный уровень. Ну, управлять уже будет не Россия, ну, в рамках своего локального региона, а то и другое. Ну, такое бывает, да, вы строили такие примеры. Спасибо, спасибо, Иван. Очень интересно. 65, 10, 99 и 6. Обречены ли мы всю жизнь жить при раздатке? Хотя, вы знаете, вот Иван уже, что такое мы, что такое раздаток и что такое жить. Жить, да. Давайте не задумываться. Если начнем думать, то я думаю, это сейчас все звонки сорвутся. Андрей у нас на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Все-таки опыт наш подсказывает, что когда в России ослабляется государство, Россия начинает испытывать очень большие проблемы. Хорошо это или плохо, получается, что это хорошо государство. Именно конкретно применительно в России. Я сейчас опускаю вопрос о качестве государства, о качестве управления. Значит, у нас были периоды самые страшные в нашей истории, когда государство фактически не существовало. В частности, в 90-е годы. Ну, в 90-е, да, да. Которое можно сравнить с периодом, предположим, Смута, с периодом гражданской войны, да, после революции. Значит, поэтому так называемая раздаточная, для меня это термин новый, я его не слушал, но мне он очень понравился. Вообще вот эта вот концепция сама, надо будет побольше почитать материалов. Ну да, посмотрите работы, действительно, Бессоновой, Кордонского. Да, я с большим удовольствием вообще прослушал, с интересом программу вашу. Но что хочется сказать, что все-таки модель выживания, если мы посмотрим на карту мира и увидим, какую территорию Россия освоила, труднейшую территорию, да, в географическом, схематическом плане, с помощью этой модели, это доказательство того, что эта модель как минимум была эффективна. Ну она, да, была, была, Андрей, мы здесь, спасибо, очень интересный звонок, не спорим с этим, вот даже я когда эти вещи студентам читаю, показываю одну диаграмму, вот это World Value Survey, то, что, да, мировой обзор ценностей, Инглхард, то, что делает, и там вот это ранжировано 100 наций по категориям выживания и самовыражения. Вот, и вот Россия самая крайняя по ценности выживания. Там все протестантские страны, хотя они вроде в той же климатической зоне, там Швеция, вот этот плитуранский кластер весь, вот они по части самовыражения, Америка и так далее. Хотя, казалось бы, американцам тоже очень сильно выживать приходилось. А мы вот как бы по-прежнему, как вот это трехпольное земледелие, как все эти древляне-кривичи, живем вот в этом вот сероземном, глиноземном восточноевропейском лесу, и вот все выживаем. Может быть, вот в этом суть раздатка? Сергей, ну вы знаете, я единственное, что с точки зрения раздаточной экономики, я хотел бы спросить, Светлану, вот скажите на ваш взгляд, в 2018 году мы вступаем в ВТО. Я не переоцениваю уж масштабы этого явления, но тем не менее, страна интегрирована в мировую экономику в существенной степени. В отличие от Советского Союза, она сильно больше интегрирована в мировую экономику, чем в любые времена дореволюционной России. Насколько этот фактор, количество, там, обмен информацией, поездки наших граждан за рубеж, обмен просто нового информационного общества, вот этот технологический взрыв. Насколько все эти вещи способны, на ваш взгляд, изменить раздаточную экономику? Вот я глубоко убеждена, что есть форма, есть содержание. Формы никаких реинкарнаций не будет. Безусловно, ничто невоспроизводимо. Мы не вернемся в ситуацию Советского Союза и так далее. Но совершенно новые оболочки, в новых конкретно исторических формах, я думаю, раздаточная логика не сдаст свои позиции. А что касается ВТО, я вообще считаю, что это отдельная тема, целую программу можно посвятить. И все очень непросто будет с ВТО тоже. По крайней мере, суд ВТО завален взаимными претензиями, так сказать, США к Китаю и наоборот. Это вовсе не поляна, так сказать, всеобщего рыночного братания. И Россия, я думаю, что будет очень сильно сейчас выкручиваться из того пресс-обязательств, которые она взяла на себя. Я даже не понимаю, поддавшись каким порывам. Потому что когда начиналась вся эта эпопея по вступлению в ВТО, все-таки были очень четкие, так сказать, мотиваторы, лоббисты и четкие отрасли, которые позиционировали себя как безусловные победители в случае вхождения в ВТО. В первую очередь металлурки, там, цветная, черная. Но многое изменилось. И за те бесконечные годы вхождения пыл даже у них поубавился. Понимаете? А перечень обиженных отраслей и цененные риски, так сказать, угрозы, они общепризнаны. Это отдельно очень сложная тема. Я не думаю, что ВТО как-то сильно, так сказать, изменит раздаточную орбиту России. Но вообще, что я хочу сказать. Я шла сюда, заранее подставляясь, я понимала, что сейчас будут меня рвать на части, говорить, как это оправдание вообще всей отсталости, там, всей этой мерзости нашей жизни. Я потряслась характеру звонков. Да. Вот. У нас так. Вот просто люди, разные поколения, разные социальные опыты, но все фактически говорили об одной и той же вещи. Эффективность и стабильность – это разные вещи. То, что в течение более 10 веков продерживалось. Не, ну почему? Вот Иван говорил, смотрите, Османская империя распалась, Австро-Венгрия распалась, Марк сумер, Энгельс умер, да и мне не здоровится. Ну, по-другому, это не значит, что солнце завтра схлопнется. Давайте примем последний звонок. У нас Николай на линии. Вот что Николай думает по этому поводу. Слушаем вас. Добрый вечер. Да. Вы знаете, на мой взгляд… Очень коротко. Алло, алло. Да-да, очень коротко, пожалуйста, буквально 20 секунд. Коротко, если… Есть такое знаменитое выражение Льва Толстого, что гражданское мужество высшего военного. И, на мой взгляд, любые экономические механизмы, потоки, движения, все это в конечном итоге упирается в гражданскую позицию каждого конкретного человека. По сути, если говорить, у нас крепостное право существовало до 60-х, 70-х годов прошлого века, только когда Хрущев отменил, то есть разрешил выдавать паспорта крестьянам. А все войны и революции, они просто уничтожали наиболее активную часть населения. И вот только сейчас растет поколение, которое более-менее свободно может выражать свои мысли. Понятно. Николай, спасибо огромное. Вынужден прервать. У нас буквально 30 секунд до конца эфира. Но мне кажется, это очень хороший такой завершающий звонок. Потому что, действительно, есть еще позиция отдельного человека, позиция гражданского мужества. Ну что ж, я благодарю вас за участие в этом эфире. Я благодарю наших слушателей, которые, знаете, колебался, выходя на эфир, думал, такая сложная политэкономическая тема, вот мы с Льмаром говорили. Ну, однако, поддержали, позвонили Эльмар Муртазаев, Сергей Медведев, Светлана Барсукова, программа «Археология».